Мы продолжаем разговор в рамках лекции Европы в 1815-1848 годах и переходим к следующему эпизоду, ко второму эпизоду лекции, посвященному анализу венской системы. Два слова по поводу иллюстративного ряда. Здесь на слайдах собрана небольшая портретная галерея руководителей глав национальных делегаций на венском конгрессе. Если Александра I и Нассельроды можно было увидеть в портретной галерее предыдущего эпизода, то здесь мы начнем с Толейрана, дальше пойдем к Меттерниху, Веллингтону и двум представителям Пиренейского полуострова, представителю Португалии, Педро де Сауза и испанскому представителю на венском конгрессе. Но начнем. Собственно говоря, венской системой называют международный порядок, созданный по результатам победы над Наполеоном и оформленный рядом договоренностей в рамках четырех основных встреч. Они перед вами, да, это Парижские переговоры в мае 2014 года, это, собственно, Венский конгресс 2014-2015 годов, вторые Парижские переговоры, прошедшие после 100 дней и разгрома Наполеона при Ватерлоу, и, наконец, Аахинский конгресс, который уже считают первым съездом Священного Союза. Об этом чуть позже. Когда Наполеон был разгромлен и сослан, ну, для начала на остров Эльбу, еще до Святой Елены, перед представителями стран-победителей встал вполне понятный вопрос о том, каким они хотят видеть мир, ну, или, точнее, какой они хотят видеть Европу, прежде всего, вот сейчас, после Наполеона, сейчас, когда они победили. Первый вопрос даже не обсуждался, да, толком. Это, конечно, стремление восстановить законных монархов в своих правах, то есть, восстановление династии Бурбонов на престолах Франции и Испании, о чем, собственно, была эта горькая присказка в Париже в 15-м году, что король вернулся к власти в обозе победителей. Вот, ну, собственно, восстановление законных правителей, дальше, конечно, да, восстановление Франции в прежних границах. Здесь вот следует обратить внимание, речь еще не шла, и в данном случае, и не шла, да, вот в венских переговорах о, там, переделе территории Франции, о разделе Франции, чем-то таком. То есть, такое не возникало даже в мыслях. Обсуждалось именно восстановление Франции в прежних границах, то есть, отнять у нее все, что было завоевано после 1792 года, и вернуть былым хозяевам. Дальше необходимо было зафиксировать новый баланс сил, новых лидеров Европы. Таковыми, разумеется, стали страны-победители Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия, вставшая на руинах упраздненной Наполеоном Священной Римской империи и Германской нации. Соответственно, наконец, еще одним пунктом, на который обращали внимание все участники переговоров, включая, собственно, представители Франции, Толейрана, которые перед вами, это было желание не допустить впредь кошмара революции в Европе. Причем не только во Франции, но желательно вообще во всех европейских странах пресекать и останавливать любые националистические и революционные движения. Что касается Франции, то князь Меттерних, он перед вами предложил, а, соответственно, значительная часть участников согласилась с тем, что принципы реставрации должны быть следующими. Завоевание революции, положительное завоевание революции, позитивное, должны быть сохранены. То есть, новые собственники не должны терять своего имущества, те, кто были лишены дворянства или потеряли имение, они потеряли их навсегда. При этом с Франции взимается контрибуция довольно серьезная и над правительством Франции устанавливается контроль союзных государств, выражавшийся в том числе в расквартировании во Франции союзных войск до 1818 года, на три года, собственно. здесь стоит обратить внимание на пожалуй, что одну деталь, вот что касается новых собственников и так далее. Европейская правовая культура строится вся, здесь без исключений, строится на примате, на безоговорочном признании примата права частной собственности. и собственно что произошло в годы Хранцузской революции и затем в годы Наполеона, мы об этом частично говорили, но давайте еще раз вернемся. Произошла вполне понятная вещь, значительная доля прежних собственников земли, дворяне, аристократы, прилаты или просто неугодные новому режиму люди, либо бежали из Франции, либо были изгнаны из Франции, их имения были конфискованы революционным правительством. То есть, что означает конфискация? Это означает, что государство лишает этого человека статуса гражданина и лишает его права иметь частную собственность на это имущество, на эти имения, которые у него были, отнимая эти имения в ФИСК, то есть в казну. когда к власти приходит Наполеон, начинается кампания возвращения имущества прежним собственникам. Но при одном условии, напоминаю, в случае, если конфискованные имения не были выданы новым собственникам, государством не были пожалованы новым людям, тогда они возвращались прежним собственникам. Что стоит за этим решением? И, собственно, это же решение, вы видите, подтверждается Венским Конгрессом. С его вариациями мы еще столкнемся, когда будем говорить про Льдовика XVIII и Карла X. Что стоит за этим решением? Решение революционного правительства о конфискации дезавуируется, иначе будет невозможно вернуть имение прежним собственникам. То есть, решение революционного правительства о конфискации признается противоправным и следует не имеющим силы, и значит право собственности прежних владельцев в силу его знаменитой эластичности восстанавливается в полном объеме, им возвращают прежнее имущество. За одним исключением. Если государство не передало эти земли новым собственникам, те оказываются в позиции добросовестных владельцев и добросовестных приобретателей, они не обязаны знать, кому принадлежало имение раньше, они его получают за службу, и они им пользуются как новые собственники. То есть, здесь возникает новое право собственности, в силу этого утрачивают таковое прежнее хозяев. Вот, но собственно пойдем дальше. Если мы посмотрим на переустройство Европы, переустройство Европы выглядело примерно так. Францию, как я уже говорил, восстанавливают в своих границах на момент 1792 года, Германию и Италию возвращают в состояние раздробленности. То есть, наполеоновские политические конструкции дезавуируются, упраздняются. С другой стороны, возвращать к жизни Священную Римскую империю и германской нации никто не планировал. Ее упразднение подтверждается и вместо нее возникает соответственно Австрия, Австрийская империя, собственно Австро-Венгерская, Австро-Венгерская, возникает Пруссия, Прусское королевство и возникает так называемая Третья Германия, ряд южных и центральных германских земель, которые объединяются в германский союз, созданный на Венском конгрессе. Протекторат над германским союзом получает Австрия и Пруссия, протекторат над Северной Италией Австрия. Остальное вы видите, здесь единственное, на что я хотел бы обратить внимание, Бельгию присоединяют к Голландии и создают королевство Нидерландов. Оно просуществует в том виде, в котором будет создано очень недолго. Уже в 30-м году Бельгия отделится от Нидерландов и потом будет признана ее независимость, на карте возникнет королевство Бельгии. Ну и Великобритания, разумеется, не упустила своего. В данном случае интерес Великобритании был не в Европе, а, разумеется, интерес Великобритании был по всему остальному миру. Британии было интересно получить в свое владение все те колонии, которые британские войска завоевали в ходе наполеоновских войн. Таким образом, Британии и отходят все французские, голландские и испанские колонии, захваченные ей в ходе войн первых двадцати лет, первых пятнадцати лет девятнадцатого века. Так формируется первая и самая мощная колониальная держава Европы. Ну, об этом еще надо говорить отдельно, конечно. Гарантами нового порядка становится сначала четверной союз, да, это Россия, Австрия, Пруссия, Англия. А затем и в основном, конечно, так называемый Священный Союз, созданный по инициативе императора России Александра Первого. Вот к нему присоединены практически все европейские страны, кто-то добровольно, кто-то не очень, кроме, вы видите, Ватикана, Турции и, собственно, Великобритании. И основная цель Священного Союза это поддержание статуса КВОИ, противодействия любым возможным революционным движениям во всей Европе. И, забегая вперед, уже совсем скоро, вот в 15-м году было принято решение, уже совсем скоро в 20-м, 21-м году Священному Союзу пришлось опробовать свои силы на практике. Началась первая революционная волна Европы 19-го века, 20-21-й годы. Вот, Священный Союз собирался четырежды на Конгрессы, это Аахин, уже упоминавшийся мной, это Тропаул, Лайбах, Верона. Каждый раз предметом обсуждения становилось противодействие тем или иным европейским революциям. Собственно, обсуждалось последовательно противодействие неаполитанской революции, пьемонтской революции, греческой войны за независимость, что делать с греками в ходе войны за независимость, и, наконец, в 22-м году в Вероне обсуждалось в том числе противодействие испанской революции. Именно решением Священного Союза была одобрена интервенция в 23-м году на территорию Испании французской армии, о чем я еще отдельно скажу. Основным программным документом, выработанным на этих конгрессах, и, собственно, о котором имеет смысл говорить, стала Конвенция о праве вмешательства. При этом критерий вмешательства, обратите внимание, довольно любопытен. Члены Священного Союза имеют право вмешиваться во внутреннюю политику и внутреннюю жизнь других держав, если там нарушается принцип легитимизма. При этом критерии нарушения определяют, разумеется, страны членов Священного Союза. Но, что более важно, пожалуй, впервые за европейскую историю принцип легитимизма, принцип легитимной передачи власти и легитимности правления становится, признается, не становится, признается, общей, общеевропейской ценностью, которую стоит защищать, в том числе путем интервенции. Собственно, когда мы говорим уже о начале 21, о конце 20-го, начале 21-го века о гуманитарных интервенциях, я напомню, это интервенция в случае нарушения в той или иной стране прав человека грубого нарушения. надо помнить, что у этого принципа, у принципа гуманитарных интервенций были свои предшественники, одним из первых был именно принцип, зафиксированный в Конвенции о праве вмешательства вторжения в случае нарушения принципа легитимизма. на этом мы перейдем к разговору о революциях в Европе и мире 20-го, 21-го годов 19-го века. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...